Оденьте, пожалуйста, свой чепчик. Итак, выживаемся в роль. Вы слушаете только слова сказки. Пожалуйста, входите немножечко подальше. Вы запомнили свои роли. Как только вы слышите, чья роль озвучивается, тот первый и выходит. Все будет предельно ясно, не переживайте. На кону невеста. Я думаю, что стоит как бы так поактивничать. Итак, все готовы? Да. Поехали. В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был принц. Просыпался он утром, потягивался. А потом делал зарядку, приседания. И был у него верный конь. И так любил он своего коня, что даже целовал. А потом конь его. А потом он коня. А потом конь его. Садился он на коня. И начинал танцевать. Остановились они в чистом поле. А на встрече их принцесса. О, пошлача. Непростая надевица. Кто татарская царица? Обомлел Иван от такой красоты. Слез с коня. Встал на одно колено. Протянул к ней руки. И задел сенаду. Кто тебя застал такой? Я гляжу и взор ликую. Ты как будто вся из сказки. Кто застал тебя такой? Белый свет собой чарует. Ты идешь навстречу мне. В сутоках ночных. И только хотел поцеловать он принцессу. Вдруг разверблись небеса. Небо стало черным. И появился он. Злодей. Дракон. Не испугался Иван дракона. Достал свой меч леденец. И дракон свой кинжал тоже достал. И завязался бой не на жизнь, а на смерть. И нападал Иван на дракона. И нападал дракон на Ивана. И бились они с три дня и с три ночи. Надоело Ивану. Достал он свой кольц 45-го калибра. И пристрелил дракона в голову. Но не падал дракон. И заедил его на бойму. И продолжил. Упал дракон без памяти на сырую землю. А Иван поднял возлюбленную на руки. И убежал в далекие края. Дракон подошел к дракону. Наклонился и поцеловал. Поднялся дракон. Обнял коня крепко-крепко. Еще крепко-крепко. Еще крепко-крепко. И поженились они в тот же день. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты нашим прекрасным, прекрасным актерам.